Восемнадцатом начале девятнадцатого века в связи с распространением и усвоением идеи Руссо, идеи общественного договора Руссо, усваиваются и основные понятия его системы, и они проникают в политическую лексику. Вообще можно выделить две интерпретации понятия общественного договора. Не торопись, не торопись, не торопись. Общественный договор, тогда я выйду за пределы даже 15 минут, если я... А я тогда тебя прерву. Не торопись. Можно выделить две интерпретации понятия общественного договора. Ну традиционное, Доруссо, общественное, как правило. Общественный договор, как договор подчинения народа правителю. Вот привет нашему закону об оскорблении власти, который вроде хотят принять. Как говорится начальство, а ты подчиненный и власть не оскорбляй. Законодательная власть при этом принадлежит правителю, а народ не имеет суверенитета. Второе, то, что как раз у Руссо, интерпретация общественного договора, как договора ассоциации, договора народа с самим собой. Законодательная верховная власть при этом полностью принадлежит народу, и такое понятие общественного договора характерно именно для Руссо. И стержнем руссоистской теории является концепция народного суверенитета, то есть самодержавной власти народа. Однако концепция народного суверенитета противоречива. С одной стороны, Руссо откалкивается от интересов личности, требует ее освобождения. Человек рожден свободный, но везде он в цепях, значит нужно его от цепи освободить. А с другой стороны, для Руссо добродетель гражданина может возникнуть только при подавлении естественных склонностей. И государство общей воли, государство, возникшее в результате договора ассоциации, есть политическое тело. Гражданин должен подчиняться общей воле как своей собственной. Однако здесь Руссо подстерегает новая трудность. Частные интересы отдельных людей часто не совпадают с интересами целыми, целого частная воля отнюдь не всегда совпадает с общей. Даже все вместе люди не всегда выбирают свои коренные и подлинные интересы, тем более не могут распознать их те, кто только что сбросил цепи рабства и кто не имеет привычки к свободе. В связи с этим Руссо различает общую волю, выражающую действительные интересы народа, и волю всех, выступающей лишь суммой частных волеизъявлений и характеризующей только какие-то настроения толпы, весьма изменчивые. В основе законов лежит общая воля народа. Ну и как разделить общую волю и волю всех? В общем-то, Александр Александрович уже как-то отмечал, что вообще это квадратура круга, это загадка. И Руссо приходит к мысли о необходимости для народа законодателя, который сверхъестественным образом видит действительно общую волю народа и благодаря этому творит законы данного государства. Хотя принимает эти законы в конечном счете народ суверен, конечно, фигура законодательная, она противоречит концепции народного суверенитета. В XVIII-м начале XIX века общественный договор был хорошо известен в России, хотя и не имелось его печатного перевода. Перевод общественного договора был негласно запрещен, и печатный перевод общественного договора появился не в XVIII, не в начале XIX века, а только после Первой русской революции сразу четыре вышло. Но основное содержание трактата Руссо излагалось, отрывки из него цитировались как в русских, так и в переводных политических сочинениях. И трижды публиковался перевод статьи Руссо о политической экономии, в которой женевский гражданин формулирует важнейший концепт своей политической системы, понятие общей воли, волюнте жанраль. И в Российской национальной библиотеке имеется рукописный перевод общественного договора начала XIX века. Надо сказать, что большой контраст множества рукописных переводов исповедания веры Савойского векария, который тоже, в общем-то, был запрещен, только печатный перевод вышел при Александре I, а потом уже в XX веке. И только единственный перевод, я знаю, общественного договора. То есть религиозные идеи Руссо гораздо более были популярны, чем его политические идеи, но тем не менее. В политической лексике отражаются такие руссоистские понятия, как контра-социаль, общественный договор, суверенитет, суверенитет, кор-политик, политическое тело, общая воля, волюнте жанраль, целое, ле ту, антье. И силой права в руссоистской интерпретации сила не есть права. Русские мыслители в большинстве своем воспринимают общественный договор как договор подчинения, особенно дворянские мыслители XVIII-начала XIX века, ну, понятно, монархическая Россия. Можно выделить несколько ступеней восприятия руссоистских понятий. Перевод руссоистских понятий на русский язык в рамках перевода политических сочинений. Это связано не только с политическими взглядами, но и с развитием языка. Иногда такие переводы делаются в рамках языковой или интеллектуальной игры. Второй, не прямой перевод, а пересказ близко к тексту слушать сущности руссоистских понятий со ссылкой на руссо. И иногда здесь сущность руссоистских понятий лучше схватывается, чем при буквальном переводе. И переосмысление руссоистских концепций, руссоистских понятий на русском материале без упоминания источника, хотя источник именно руссо, в свете опыта воплощения этих понятий, этих идей, в том числе в годы французской революции. И второй и третий пункт – это не прямой перевод, а усвоение вот этих руссоистских понятий. Для русских мыслителей, говорящих о договоре подчинения, важным руссоистским понятием является понятие «корполитик» – политического тела. В переводе статьи о политической экономии, сделанной руссковым библиотекарями Екатерины II и переводчиком, «корполитик» переводится как «политическое тело». А, например, в переводе 1767 года этой же статьи, перевод Алексея Васильевича Нарышкина переводится как «тело народное». «Итак, тело народное есть существо, имеющее волю», – пишет Нарышкин в своем переводе. «Политическое общество» переводится как «сообщество народное». Нарышкин радикализует во зрении руссо, но вообще Нарышкин отнюдь не был демократом, он как раз защищал дворянские преимущества. И здесь это, скорее всего, род интеллектуальной игры. В XVIII-м начале XIX века суверенитет, ключевое понятие политической системы Руссо, часто переводится как «самодержавие». В частности, в рукописном переводе общественного договора используется понятие «самодержавие». Трудно сказать, было ли это уступкой цензуре или исходило из взглядов переводчика. Я уже говорила, что в основном русские мыслители рассматривали общественный договор как договор подчинения. Подлинное демократическое истолкование как договор ассоциации дал Александр Николаевич Радищев. И надо сказать, что Радищев был не одинок в такой трактовке общественного договора. Под его влиянием была произнесена проповедь Петра Андреевича Славцова, проникнутая вольнолюбивыми идеями. Но здесь еще можно вспомнить Вадим Книжнина, где тоже проводится идея договора ассоциации. У Радищева Радищев интерпретирует общественный договор как договор ассоциации суверенитет народа, для него общая власть в народе. Радищев подчеркивает в понятии «суверенитет», «самодержавие», «неограниченную власть». В своем переводе «Размышления о греческой истории Мобли» он, переводя руссоистские по сути дела размышления Мобли, переводит суверенитет народа как «народное самодержавие». Здесь народное самодержавие имеет положительную коннотацию. Самодержавство, коим народ пользовался, побуждало ему без напряжения ко всему тому, что в народноуправляемом государстве любовь к вольности и отечеству может произвести великого и великодушного. Однако самодержавие как власть одного человека, а не народа, имеет отрицательную коннотацию и фактически является синонимом понятия деспотизма. Знаменитое примечание Радищева к размышлению о греческой истории Мобли, я не буду цитировать, потому что мало времени, или процитировать. Самодержавство – это власть одного человека, есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. Мы не тот, мы не можем дать над собой неограниченной власти, но ниже закон, извед общей воли, не имеет другого права наказывать преступников, а притч права собственной сохранности. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашей природной власти, то дабы она употребляемая была в нашу пользу, осем мы делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашей обязанности. Государь есть первый гражданин народного общества. Здесь самодержавие – синоним деспотизма, противопоставляется монархии. И здесь Радищев говорит об общей воле, о законе как извете общей воли. Но в путешествии с Петербургом в Москву самодержавие неограниченная власть имеет у Радищева отрицательную коннотацию, даже если самодержавие народное, если неограниченная народная власть. Мы читали недавно, что народное собрание, только же поступая самодержавно, когда сели их государь, пишет Радищев в путешествии, насильственно взяли печатную книгу и сочинителя онной отдали под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания. Лафаэт был исполнителем всего приговора. О, Франция, ты еще хождаешь близ бастильских пропастей. И здесь уже в воде вольности, в путешествии из Петербурга в Москву, Радищев не употребляет понятия общей воли, он говорит о свою творю, творя всех волю. То есть общая воля и воля всех у него очень близки. Но не употребляя это понятие, он тем не менее решает проблему соотношения общей воли и воли всех на материале современной российской истории. Для него свободными гражданами являются крестьяне, понявшие свои подлинные интересы и на основе этого встающие против деспотизма, смотри, от вольность. А если рабы, которые не восприняли революционного просвещения, поднимаются на восстание, они только воспроизводят ситуацию рабства. Таковы участники Пугачевского бунта в путешествии. Для Радищева просвещение крестьян сравнительно нетрудно, так как просветительские идеи соответствуют их подлинным интересам. Я уже говорила, что суверенитет народный, как самодержавие, переводится в рукописном переводе общественного договора. Однако в переводах имеется акцент и на другой смысл слова «суверенитет», в частности в изложении идеи общественного договора в книге Агюстена Борюэля. Это книга-записки, служащие к истории кабинцев, если переводить с французского, а здесь перевод более интересный, то есть название более интересное. «Вальтерианцы» или «История кабинцев, открывающая все противохристианские злоумышления и таинства мастонских лож, имеющих влияние на все европейские державы». То есть переводчик придумал. Но тем не менее, концепцию общественного договора, которую излагает Борюэль, переводчик излагает достаточно точно. И даже, в общем-то, говоря, не переводя народ суверен как народ самодержавный, он переводит более метафорически и в то же время более точно. Домогацкий переводит народ самоправитель, народ самовластитель и народ повелитель. То есть вот эта концепция суверенитета, она излагается очень точно. Домогацкий пишет в своем переводе, «Жан-Жак Руссо не страшился утверждать, что законодательная власть принадлежит народу и более никому, что не можно назвать тогда законом, когда человек управляется начальником своим, по елику народ, живущий под законами, должен и сам сочинять он ее». Ну, Борюэль, книга Борюэля, это Библия, контрпросвещение, и Борюэль, излагая достаточно точно идеи общественного договора, говорит, что это, так сказать, мечты свободы и равенства, и осуждает Руссо. Однако мыслители, рассматривающие общественный договор как договор подчинения и отвергающие идеи народного суверенитета, принимают руссоистскую концепцию полного подчинения гражданина политическому телу. Ну, здесь, например, вспомним Николая Михайловича Карамзина. Карамзин даже более резко, чем Руссо, настаивает на подчинение гражданина государству. Для Руссо добродетель гражданина имеет свой источник в доброте естественного человека, для Карамзина же противоположность Руссо человек зол и грешен, и поэтому необходима сильная власть монархическая, которая сдерживает, подавляет зло в человеке. И здесь Карамзин использует руссоистское понятие «целое». Он говорит о том, что ради могущества целого государство, народ, человек должен сносить все несправедливости государя, ибо самовольные у права народа бывают для гражданских обществ вреднее личных несправедливостей или заблуждений государя. Таким образом, мыслители демократической ориентации говорили о суверенитете народа, в частности, родищев, словцов, княжнин, а мыслители консервативной ориентации о подчинении гражданина политическому телу. Спасибо большое. Я уложилась в 15 минут. Вот вопрос уже. Прошу вас, коллега. У меня вопрос, желаю, два с половиной от вас. Первый вопрос по поводу происхождения концепции руссо. Имелось ли прообразованные концепции восприятия канадских индейцев, устройства канадских индейцев. А с другой стороны, вот альпичная традиция, которая очень популярна во Франции в то время. Это первый вопрос. Второй вопрос, что идеи Руссо, они фактически используются в прочем конфедерации, которые, когда в период, так сказать, раздела Польши, фактически они руководствовались, так сказать, идеями Руссо. Их третье, и третье, это вот, так сказать, дополнение, что Ленин, так сказать, здесь очень интересно, что Ленин, так сказать, он был шерст руссоистом. Безусловно. И здесь тоже будет на современности делать по поводу связи руссоистом и мемнистом. Ну так вы, не вопросы, а утверждения, я в принципе согласна. Насчет канадских индейцев, честно говоря, вот, безусловно, он в рассуждении о происхождении неравенства, он ссылается на добрых дикарей, а были ли это канадские индейцы или американские, честно говоря, вот не помню. Вот. И античная традиция, конечно, тоже присутствует, безусловно. Я с вами полностью согласна. Спасибо. И насчет Ленина, безусловно. Николай Алексеев это отмечал, хотя Ленин, может быть, руссо, я не особо читал, но в душе да. Уже не вижу, читал. Вопрос другой. Вы не можете буквально в двух словах охарактеризовать отношение русской, пилософской мысли к творчеству швейцарского затворника Руссо. Я почему спрашиваю, потому что возникли некий диссонанс возник. Как они относились? Кто? Ну, возьмем даже Бердяева, уже поздний. Ну, вы знаете, вот у Бердяева, вот как-то я уже, когда в прошлом году делала доклад, да, потрясающая вот перекличка, вот это, что народ, поступая самодержавно, да, отдает книгу сочинителя и запрещает ее. И у Бердяева есть статья, которая вышла в октябре 1917 года об истинной и ложной народной воле. И он говорит, что самодержавие народное, оно вообще это оксюмарон, что его нету, что нужно думать о христианском, нужно думать о высокой, о христианской народной воле. И здесь явная перекличка с родищем, хотя это, конечно, идейное совпадение, вот такая, через два века практически. Вот. А еще какой вопрос? Один из русских философов назвал руссов вредный тоталитарист, это был Федор Степун, который он назвал так. Для меня это было сначала откровение, я имею в виду на приступе к русской русской, вредный тоталитарист. Ну, это... Я не облегается, собственно говоря, облегается. Ну, в общем, да, конечно, в общем, да, безусловно, но, так сказать, Степун не был оригинален, потому что мыслители французской эпохи реставрации, они вот как раз подчеркивали тоталитарные тенденции. Ну, да, безусловно, 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 потому что об этом, вот, выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Я думаю, что когда Достоевский это писал, он как раз думал о Руссо, он его очень хорошо знал и все время с ним полемизировал. Да, да, ну, Достоевский, а вот эти вот говорки в поле поздних, спасибо. Антон Яковлев. А вот можно тут контекст, да, немного, Руссо уже швейцарец, да? Нет, Руссо, во-первых, французский мыслитель, французский мыслитель. Он отказался потом, он же отказался. Ну, там в истории он возвращался, отказался. Нет, опыт-то у него был конкретный, да? Нет, опыт у него был до 15 лет, он французский мыслитель. Он французский мыслитель. Опыт политический, я имею в виду, швейцарской референдумной демократии, да? И это контекст очень определенный, как бы, да? Когда мы это переносим из Швейцарии, например, даже на Францию, у нас получается вот то, что получается, да? Мы с Богом, что любимым оружием всех диктаторов, начиная от Наполеона I, заканчивая Борисом Николаевичем Ельцином, был референдум, да? Вот они использовали референдум только это постоянно, для обоснования своей власти. В Швейцарии это работает совершенно по-другому. Знаете, я Бориса Николаевича Ельцина, грубо говоря, на дух не переношу, но диктатором я бы его не назвала. Все же. Ну, у нас все плачут, у нас плохое критическое устройство, но кто-то ему отсталит. Борис Николаевич Ельцин, без святого. Согласна, но диктатором я бы его не назвала. Ну, естественно, фальсификатор, я не знаю. Фальсификатор, да? А авторитарный режим, они любят использовать референдумные, в другом совершенно контексте, да? Потому что не швейцарские. Любят или не любят, это трудно сказать. Это два инструмента, еще раз. Проявление лояльности со стороны подданных граждан и так далее. Гитхов любил это использовать. Ну, я не помню, честно говоря, я не помню референдуму. Папа, если садили там Саара, там... А, это, ну да. Ну да, ну да. Если только по присоединению, а остальное... Я думаю несколько референдуму, да, собственно говоря. Знаете, там параллельно такая, либо я, либо гражданская война, да? Пожалуйста, выбирайте, Наполеон. Либо я, либо декабельцы. Выбирайте. Ну, конечно, ты. Хотя жертв, он больше лекобинцев. Безусловно, безусловно, безусловно. По-моему, три миллиона французов, нет? Да, да, ну примерно, да. Так, а вопрос-то? Вопрос-то какой? Нет, я как раз хотел этот момент прояснить. Ну, прояснил? Да, да, да. Всё. Пошледний вопрос, Ростислав Николаевич. Насколько были представлены сочинения Руссо на французском языке в частных библиотеках дворян? И были ли на них пометки, касающиеся политической лексики? Ну, вы знаете, в каком смысле касающиеся? Вы думаете, дворяне... Ну, да, читая, допустим, что-то, он делает русский эквивалент. Не знаю такого. Он, как правило, не делал русский эквивалент, потому что он французский знал лучше русского. Зачем ему делать русский эквивалент? А не выявлены пометками? Нет, нет, нет. Алла Агустовна, большое спасибо. Продолжение следует...